Лыш остался в комнате один на один с собаками. Родители представить не могли, чем это обернётся. Желание завести питомца возникает у большого числа семей с маленькими детьми. Однако родителям стоит отдавать себе отчёт, что собака детям не игрушка, а полноценный член семьи. И её появление в доме – крайне ответственный шаг. Ведь далеко не всегда у ребёнка и собаки получается жить дружно. Конечно, есть разные собаки, всё зависит от воспитания, да и от породы в целом. Специалист выделяет пять опасных мифов о дружбе ребёнка и собаки. Миф первый – собаки всегда доброжелательны к детям. Миф второй – собака всегда готова играть. Миф третий – собаки инстинктивно защищают детей. Миф четвёртый – когда собака виляет хвостом, она всегда радуется. Миф пятый – одевать собаку – это весело и безопасно. Помню, когда мой друг узнал, что у него будет сын, сначала обрадовался, а потом загрустил. Нет, ребёнка он очень хотел, но у него есть любимый пёс – Джек. И он переживал о том, поладит ли питбуль с малышом. К счастью, хорошо воспитанный любимый пёс с первых же дней подружился с крохой. Но мысли моего друга можно понять. В обществе существует немало стереотипов о том, что животным не место в одном доме с новорождённым, особенно если речь идёт о собаках. Однако эта подборка из 15 сладких пупсов и их хвостатых друзей заставит передумать даже отъявленных скептиков. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдёте ещё много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить лайк.